Для поколения 80-х фильм Паула Арсенова вылился в культовый феномен «Алисамания». Так смущала юную Наталью Мурашкевич, что у нее возникли проблемы с осанкой. Девочка низко склоняла голову, боясь быть узнанной поклонниками. Неудивительно, что от карьеры актрисы она отказалась. Наталья Гусева появилась на свет в Звенигороде в семье терапевта и оператора в электронной промышленности. О съемках в кино она и не думала. Гораздо больше девочку интересовали различные насекомые. На вопросы о будущей профессии Наташа уверенно отвечала, что станет энтомологом. В первый класс Гусева пошла уже в Москве. В школе номер 692 девочка стала круглой отличницей. Хотя упор делала на биологию и химию, желая поступить в МГУ, ребенка интересовали научные конкурсы и олимпиады. Однако, когда в учебное заведение приехал режиссер киностудии имени Горького, у Наташи появились новые перспективы. На пробы позвали лучших чтецов. Отличная дикция в сочетании с обаянием позволили Наташе обойти других конкурсантов и сняться в опасных пустяках. В момент озвучивания учебной ленты девочку заметил Павел Арсенов, искавший актрису на главную роль в фантастическом фильме «Гости из будущего». Для всего СССР юная артистка стала Алисой Селезневой. Давайте разбираться, как это изменило ее жизнь. Самое время вспомнить повороты ее судьбы. Фотографии хрупкой невысокой девочки печатались на марках и журналах. Критики прочили ей большое будущее. Однако, Наташа снялась всего еще в трех фильмах – «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля вселенной». Ни одна из этих картин не повторила успеха «Гости из будущего». Но из-за этого Лягусеву прекратили приглашать режиссеры. Мы уже говорили, что сотни юношей были одержимы образом Алисы Селезневой, но порой масштабы увлечения переходили все границы. Так, когда Наталья приехала на съемки «Воля вселенной» на «Беларусьфильм», ей доставили необычную посылку. Из картонной коробки выскочил парень в носках и трусах. Денис Мурашкевич заключил, что холодной осенью в таком виде его точно не выставят за дверь. В принципе, так и получилось. Гусева была шокирована, но согласилась познакомиться с креативным поклонником. Общение быстро перешло в романтическое русло, но так как влюбленные часто ссорились, то разошлись. Перед тем, как Денис ушел в армию, демобилизовавшись, парень предпринял вторую попытку завоевать девушку мечты. И на этот раз дело дошло до свадьбы. Наталья Гусева взяла фамилию мужа. В 1996 году у супругов родилась дочка. И хотя Денис настаивал назвать ее Алисой, Наталья уговорила его на компромиссный вариант – Олеся. Еще до появления девочки на свет актриса окончила Московский государственный институт и устроилась в НИИ. В дальнейшем звезда «Гости из будущего» стала руководителем производства иммунно-биологических препаратов. Не стоит думать, что из-за научной работы и создания семьи Наталью перестали приглашать в кино. Предложения случались. К примеру, актрису звали на главную роль в фильме «Авария. Дочь мента». Артистка отказалась, так как картина содержала сцены насилия и грозила опорочить светлый образ Алисы Селезневой. Итак, звезда 80-х трудилась в области микробиологии, а на кинокарьере предпочла поставить крест. Тяжелое решение предстояло принять и по поводу брака, который не клеился. Однажды я удивился в странной манере Дениса разговаривать с женой, вспомню журналист Юлий Буркин. Например, он говорил «Наташа, какого черта? Твое пальто из будущего валяется на диване. Убери! Людям сесть негде. Или достань-ка из холодильника колбасу из будущего. И нож из будущего прихвати. Не, мы твое вино из будущего пить не будем. Мы коньяк. Только чуть позже я понял, в чем дело. Они были в ссоре. Вот Денис и подкалывал ее таким образом. В 2001-м, после пяти лет брака, женщина развелась с Денисом. Я был большим свинтусом и плохим мужем, позже признавался Мурашкевич. Очень мало семье, жене уделяло внимание. Наташа со мной намучилась. У нее есть все лучшие качества, которые редко встретишь в нашей жизни. Она очень хороший друг. И все у нее спокойно, без истерик. А я довел ее до ручки. В следующий раз зрители услышали о ней в 2007-м году. Бывшая актриса приняла участие в передаче «Главный герой». Очевидно, выпуск пробудил ностальгию не только в самой Наталье, но и в кинодеятелях. Ведь спустя два года гостья из будущего ненадолго вернулась на экраны, засветилась в эпизоде «Литейного» и озвучивала героиню мультфильма «День рождения Алисы». В дальнейшем Наталья вела закрытый образ жизни и не общалась с прессой. Поэтому в 2017-м году журналисты позвонили. Ее бывшему мужу, который администрирует сайты Алиса Манов, Денис Мурашкевич обмолвился, что сохранил теплые отношения с секс с супругой, а их общая дочка выросла копией мамы и окончила художественный колледж. Затем Мурашкевич признался, что звезда «Гости из будущего» успела найти новую любовь. В 2013-м вышла за арт-директора Росфонда Сергея Амбиндера. У Натальи во втором браке родился ребенок, но я не могу рассказывать о чужой личной жизни. Коротко отметила исполнительница роли Полины в «Гости из будущего» Елена Метелкина. Как оказалось, в феврале 2013-го 41-летняя Наталья подарила второму мужу дочку Софию. Коллеги говорили, что Мурашкевич ушла в декрет, решив посвятить три года семье. По словам знакомых, брак с Бендермом получился гораздо более счастливым и спокойным, и отзывчивый Сергей легко поладил и со старшей наследницей, и с ее бывшим супругом, кстати. «У нас прекрасные отношения», подчеркивал Денис Мурашкевич. «Столько времени прошло, чего уж делить. Семейная жизнь Наташи – это ее новая история». Наталья ушла в тень, зато окружающие заговорили о ее дочери. Мало того, что Олеся выросла очень похожей на ту самую Алису Серезневу, так еще и занялась творчеством. Девушка увлеклась косплеем и вела стримы ником «Олеся Мур», монтировала клипы, фотографировала, а в 2018-м сделала репортаж для передачи «Привет, Андрей». Поддерживала наследницу гостей из будущего, рэпер-панк Ник Сакс. В 2022 году влюбленные отметили помолвку. Вот уж действительно, когда образ маленькой юной девочки наделал столько шуму, появились так много поклонников, которые не столько разукрасили ее жизнь, сколько стали, скорее всего, ее проклятием. И она просто хотела забыться и избавиться от этого всепоглощающего образа, в котором потерялась она сама, настоящая. И не хотела она быть, скорее всего, дальше уже этой самой Алисой. Поэтому первый муж и подкалывал ее про колбасу из будущего, про нож из будущего. Он женился на той самой Алисе из будущего, а не на ней самой, Наталье Гусевой. Вот так одна роль становится для многих актером проклятием. Мы уже раньше писали о Шурике, для которого эта роль также стала проклятием на всю жизнь.